Морской вокзал Сочи Сегодня в море откровений звезда 90-х, экс-солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов. Первый брак – это был брак по залету. Она целый год даже не знала, даже не ведала о том, что я какой-то участник группы «Отпетые мошенники». Бывшие коллеги пытались ставить палки в колеса? К сожалению, даже были звонки в ночные клубы, где я должен был выступать, наговаривали про меня всякие гадости. Что касается твоего яркого образа? Пытался даже уходить в свой цвет волос, но выходишь на сцену, люди говорят, это не он. Меня жена все время стыдит и говорит, как так? Тебе уже столько лет, а ты без высшего, ты знаешь, поэтому ну-ка, чеши-ка ты в институт. Насколько сегодня востребованы звезды 90-х и нулевых? Ну, на сегодняшний день, по-моему, они только и востребованы. Поэтому я могу с радостью, наверное, сказать, что 90-е собирают, 90-е востребованы, собирают большие залы, очень много дискотек 90-х под разными названиями. Все артисты радуются, артисты 90-х радуются, что они до сих пор востребованы. Творчество кипит, концерты идут, все шикарно. С чем ты связываешь такую востребованность? А здесь с чем связываю? Связываю только лишь с тем, что музыка качественная была. Она делалась как бы с умом, с душой, с какой-то мелодией есть. Качественная музыка по-другому никак это не характеризовать. То есть я считаю, что это просто качественная музыка. Ты уже больше 10 лет выступаешь как сольный артист. Тяжело было начинать все с нуля? Ну, не с нуля, с нуля. Песни-то остались. Осталось все-таки 15 лет или сколько там в группе «Отпетые мошенники» тоже даром не прошли. Естественно, профессионализм какой-то присутствует. Да, тяжело становиться один на сцене после того, как ты там, можно где-то схалтурить, там кто-то вытащит, кто-то нет. Сейчас ты здесь один на сцене, сам за себя отвечаешь, сам себе хозяин. Естественно, ответственность большая. Ну, с другой стороны, развязаны руки. Что хочу, то и делаю. Да, советуюсь, но все равно решение принимаю сам. Поэтому где-то плюс, где-то минус. А ты помнишь свое самое первое выступление, когда ты вышел на сцену один, без группы? Вот ощущения в тот момент? Ну, ощущения, конечно же, страх. Страх, потому что сцена большая, ты один, и надо эту сцену заполнять. То есть бегал, как вью ног по этой сцене, просто с одного конца в другое, при этом надо не забывать то, что все тексты написаны для троих человек, сейчас ты исполняешь один. Ну, это репетиции, это уроки по вокалу, в принципе, но все равно очень трудно. Очень трудно. Был страх, была нервозность огромная. И это не только один концерт, это были десятки концертов, где... Но со временем ты начинаешь привыкать, ты понимаешь, что так и должно быть, так и надо. Поэтому сейчас я себя чувствую комфортно. Иногда, конечно, я прибегаю к помощи девчонок на подтанцовке какой-то есть. У меня девушки есть и из Санкт-Петербурга, есть в Москве у меня танцевальные коллективы. Когда-то с ними, ну, в основном один. Был опыт. Я хотел этот же материал, эти же песни, но уже набрать живых музыкантов. То есть это гитары, барабаны, трубы. Мы репетировали, но, к моему большому сожалению, это коммерчески невыгодный проект, поэтому вернулись на круги свои. Лицо-то не забыли. Ну, немножко видоизменился. Естественно, года идут, и мы меняемся, но огонек, азарт остался тот же. После ухода из отпятых мошенников у тебя были мысли вообще уйти в другую сферу? Нет, у меня такой вообще мысли не было. То есть я в этом году праздную такой юбилей 25 лет на сцене. То есть я, наверное, я люблю музыку, люблю как бы заниматься этой музыкой. И, ну, по мне, мне кажется, что куда-то в другую сферу уходить, в бизнес там или еще куда-то, ну, наверное, это не мое немножко. Вот. Поэтому только музыка, только сцена. И, в общем-то, и собираюсь там, ну, еще как минимум лет 30 там побыть. Ого! Ну, а у меня такие планы, да, наполеоновские. Правда, что первый диск от пятых мошенников был записан на деньги твоей мамы, у которой был бизнес? Да, совершенно верно. Не только альбом. И, по-моему, два ролика даже здесь были сняты. Но мы на тот момент у мамы брали в долг. Мы не, как бы, не безвозвратно. То есть действительно было. Она дала некий толчок, дала просто денег в долг на запись первого альбома. Два ролика, по-моему, сняли мы на эти деньги. Какие-то вещи даже еще успели концертные купить. Ну, потом возвратили, когда разбогатели, когда продался первый альбом, когда продался второй альбом, естественно, мы это все денежки. Ну, изначально мы договаривались так с мамой. Я договаривался. То есть она поверила в меня, пошла, хотя могла просто отказать и еще что-то. Она поверила, за что ей огромное спасибо. Бывшие коллеги пытались ставить палки в колеса? К сожалению, да. Ну, это проявалось по-разному. Это были какие-то... Ну, как ни крути, шоу-бизнес это такая большая... Все равно рано или поздно что-то передается. Хочешь ты этого или не хочешь, все равно кто-то... Либо это знакомые, либо еще кто-то, либо организаторы, все равно что-то передается. Передается то, что они там говорят. Вот. К сожалению, это было. К сожалению, даже были звонки в ночные клубы, где я должен был выступать. И всяческое... Наговаривали про меня всякие гадости. Были там еще какие-то. Я считаю, что это... Ну, по крайней мере, не по-мужски, не по-человечески вообще. Сейчас немножко это все притихло, устаканилось. С моей стороны, я за честную конкурентность. И как бы здесь... Ребята поступили по-другому, ребята поступают по-другому, поэтому... Я же правильно понимаю, что ты юридически имеешь право исполнять песни от пятых мошенников. Да, конечно. Но в наше время без этого никак, поэтому, да, естественно, есть разрешение, есть договоренность с бывшим продюсером группы от пятых мошенников, Жене Орловым. И здесь в плане юридической все железобетонно, поэтому все подписано, все разрешено, что я и делаю, уступаю, пою песни. Сейчас скажу, сейчас скажу, сейчас скажу. Буду погибать молодым. Все песни, которые записывались, они, опять же, повторюсь, они делали как-то с душой, по-своему, от чистого сердца, то есть они делались, например, к примеру скажу, наверное, мы, по-моему, говорили, не говорили в свое время, но напомню, что, например, на песню всяко-разно было написано девять вариантов текста, да, то есть мы ее тщательно отбирали, то есть это не было там, сегодня написал, там, пошел завтра в студию, записал, а, и так сойдет. Такого не было, был тщательно отобранный материал, мы, когда его записывали, мы отсылали его в Англию какой-то альбом, какой-то в Германию, то есть как-то мы профессионально относились к этому, наверное, опять же, к вопросу, то, что почему эта музыка в девяностых до сих пор популярна, ну, наверное, потому что все, все исполнители, на то время были очень много, ну, богато 90-е, были в плане хороших групп, интересных групп, они сейчас до сих пор живут, молодцы. Что касается твоего яркого образа, как он создавался, и почему спустя столько лет твоя любовь к эпатажу не пропала? Я уже крашусь с 96-го года, то есть... Подкрашиваешь корни? Там в разных цветах было, даже были прически в трех цветах, там, это все началось в 96-ом году, конечно, что-то менялось, что-то я менял, какие, в основном, это цвета были, вообще, как бы, я за любой, за изменения, и до сих пор что-то пытаюсь там меняться, пытался даже уходить в свой цвет волос, но выходишь на сцену, люди говорят, это не он, и люди не узнают, поэтому приходится опять как-то... Ну, а с другой стороны, самое главное, то, что мне самому это нравится, вот так вот, я вообще за любой кипиш, мне нравится так жить, мне нравится видоизменяться, я считаю, что надо меняться. Как ты думаешь, почему сегодня так мало бойсбендов? Хороший вопрос, хороший вопрос, а я, вообще, все, 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 на кругу своя, все равно, что кто-то все, сейчас вот, опять возвращается, даже, мода возвращается опять в 90-е, то есть, мы сейчас будем носить все яркое, все, да, рейв, опять в моде, потому что, сейчас я смотрю, наблюдаю, такие, ну, старички, в хорошем смысле, этого слова, Володя Фонарь, диджей Грув, опять винил возвращается, возвращается мода в 90-х, возвращается опять же музыка, возвращается диповский бас, который там в 94-м году был, то есть, все возвращается по-новому, все на круги своя, и поэтому, тогда был просто, наверное, бум, пик, как хотите, так и называйте, что, даже когда мы собирались, нас было трое, мы эту группу сделали, мы сами делали, и нам, когда мы пришли в Москву, мы уже должны были подписывать контракт, нам навязали четвертого, но мы отстояли, как бы нам сказали, зачем нам он нужен, просто ради мебели, там, ну, это же модно, бойс-бенд, надо четыре, зачем он нам нужен, мы отстояли, вот остались втроем. Зачем делиться гонораром? Ну, нет, там бы парень вовремя осознал это все, потому что, ну, я бы точно свое бы не отдал бы, наоборот, покруче, чем в армии было бы, наверное, просто. А, то есть, вы бы устроили ему дедовщину. Конечно. Ты как-то говорил в интервью, что самый необычный подарок, который дарили тебе поклонники, это была туалетная бумага. Да, туалетная бумага, причем она была, ну, вот эти старые 54 метра, по-моему, деревянные такие. Да, она так и называлась, 54 метра. Она была, чем уникальна, то, что она была расписана вся, все 54 метра, ручкой, пожеланиями, при признании меня в любви, там, то есть, все просто ручкой списаны, какие-то стихотворения, какие-то высказывания, там, это запомнилось, я ее до сих пор помню, здорово, отлично. У нас все, все вот такие уникальные подарки, какие-то запоминающиеся, там, и все награды группы «Ответые мошенники», они, по-моему, находятся у нашего бывшего продюсера Евгения Орлова, наверняка, она где-то у него. Своим успехом сегодняшним и плотному гастрольному графику ты во многом обязан своей супруге Виктории, она твой директор, твоя муза, твой вдохновитель в одном лице. Расскажи, как она тебя поддерживала, как она тебя изменила, и как ей удалось найти правильные слова, чтобы ты смог снова в себя поверить и справиться со всеми проблемами. Ну, я считаю, что такая жена и должна быть, потому что, если честно говоря, там, первый брак, это был брак по залету, это был абсолютно... Ну, я такой человек, если вот у ребенка должен быть там отец, и мать должна быть семья, да, и так уж сложилось. И я еще в 25 лет я прекрасно понимал и видел вот такую супругу, которую имею сейчас, да, это Виктория, да, она должна быть такая, то есть она, действительно, было очень много проблем, очень много мы воевали, отстаивали, там, какие-то... Я свои позиции, она свои, но мы нашли общий консенсус, мы друг друг говорим, что мы семья, вот мы должны слышать друг друга в первую очередь, где-то дополнять. Да, она сейчас мой концертный директор. Во многих моментах поначалу она просто была новичок в этом, можно сказать, бизнесе. Какие-то моменты я в основном ей подсказывал. Сейчас она уже, ну, наверное, с гордостью могу сказать, что она вообще просто может в легкую спродюсировать какой-нибудь коллектив. Она вообще у меня девушка пробивная, три высших образования, вот, горжусь ей. Что касаемо работы, я опять же повторюсь, она делает огромную работу в плане концертов. Сейчас она не со мной редко, когда выезжает, потому что у нас родился ребенок, вот, она осталась дома мамой, вот, до этого она много каталась со мной. Как думаешь, а ты чем зацепил Вику? Ох, ну, однозначно не тем, что я бывший участник группы «Отпетые мошенники», потому что она целый год даже не знала, даже не ведала о том, что я какой-то участник группы «Отпетые мошенники», бывшей, и вообще, что я из этой группы, и вообще сказал, что я музыкант, диджей, ну, мы действительно, когда мы с ней познакомились, я после ухода из группы «Отпетые мошенники», наверное, год-полтора катался в роли, ну, просто, как диджей, абсолютно забросил песни и просто тупо катался диджеем, там, действительно, я просто сказал, что я музыкант, диджей, ну, и все, и так вот мы жили там год-полтора, и потом кто-то ей сказал, ты знаешь, кто это? Он говорит, да нет, просто диджей, наверное. Ничего себе! Вот как-то так. Расскажи о вашем малыше. Ну, у нас вообще, мы, сейчас вот, ему уже практически пять месяцев, и мы с Викторией уже так наблюдаем и понимаем, что непростой ребенок, что, но он изначально родился непростым, он родился пять-двести, да, и 59 сантиметров, то есть в роддоме, где мы рожали в Москве, это он, это первый случай. Рекорд поставили, Рекорд поставили, да. Это как бы изначально был. Сейчас мы наблюдаем такую картину, что он действительно даст еще немножко нам, конечно, попьет кровушки, я его называю спиногрызом, потому что он не дает ничего, то есть если мы находимся дома, то есть от него не отойти, он требует внимания, требует, то есть занимает очень, практически все количество времени, то есть ну что будет дальше, я даже боюсь предположить, но он родился, это наш ребенок, и это счастье. Если Виктория раньше как-то это ее первый ребенок, то сейчас она уже с большой уверенностью говорит то, что и будет и второй, может быть, даже третий. Я знаю, что с детства ты серьезно занимался футболом, и сейчас вполне реально мог бы даже играть за «Зенит». Почему не сложилась твоя футбольная карьера? Да, действительно, я в свое время поступил в футбольную школу «Зенит», и там провел, в принципе, 10 лет. отыграл в «Юношах», и мне это не сложилось, потому что к моему большому сожалению, есть такие моменты, когда я это называю просто не повезло с тренером. На мой взгляд, это было несправедливо, на мой взгляд, у меня были большие перспективы, и не только на мой взгляд, просто были такие моменты, и в тот момент надо было что-то решать. Когда мне было 15 лет, не стало отца, и нас было трое, матери надо было как-то помогать, и когда пошли вот эти терки с тренером, и недопонимание, и это, я принял решение, что надо просто не просиживать там на лавке трусы, а просто надо идти куда-то заниматься каким-то своим делом. Хотелось и на дискотеке ходить, хотелось и красиво одеваться, и дабы как-то немножко и матери помочь, естественно, я ушел какое-то там в свое плавание, где-то зарабатывал и охранником, и еще что только я не делал. На сегодняшний момент я до сих пор играю в футбол, я тренируюсь два раза в неделю, хожу на стадион и в Москве, и в Санкт-Петербурге, болею, естественно, как я родился в Санкт-Петербурге, естественно, это Зенит, но здесь в Сочи в футбольной команде работает мой очень хороший друг. Так. Это тренер вратарей Дмитрий Бородин. Огромный ему привет, вот, и поэтому мы с ним переписываемся, и когда какая-то игра команды Сочи, мы, естественно, я переживаю за них, а тем более, что практически болею за футбольную команду Сочи, вместе с Димой, переживаю за него и за команду, поэтому... Что касается высшего образования, как понимаю, у тебя его... незаконченная, да, причем очень как-то глупо получилось, на тот момент, я это сваливаю, естественно, на кого-то, но не на себя. Я уже поняла. я учился в Академии культуры Санкт-Петербурга, вот, по классу вокала, учился пять лет, и оставался один год, я перестал туда ходить, естественно, меня очислили. То есть, очень глупо, согласен, но почему-то мне никто не подсказал, мне не позвонили, мне не сказали, тебе остался один год, надо походить, надо что-то делать. Естественно, все эти годы, которые, они обнулились, они пропали, но все-таки учиться никогда не поздно, и я собираюсь поступить уже в Московскую Академию культуры, поэтому меня жена все время стыдит и говорит, как так, тебе уже столько лет, а ты без высшего образования, поэтому, ну-ка, чеши-ка ты в институт. Тебе придется учиться пять или шесть лет? Да. В каком возрасте ты закончишь? Неважно. Неважно в каком, главное, закончу. Ну, ничего страшного, а что? Ну, зато, зато в старости буду с высшим образованием. Почему ты все время в очках? Ну, наверное, ну, не все время, я сплю без очков, дома без очков, просто, ну, наверное, сложился некий такой имидж, и мне так комфортно. Например, Витя АК-47, он тоже носит очки, он говорит, что без очков его просто не узнают на улицах, и ему это помогает в жизни. У тебя такая же история? Возможно, он и прав, возможно, где-то может быть. Я просто не углублялся в эту проблему. Я знаю точно, что с прической меня с другой не узнают. Это да, в очках, скорее всего, то же самое происходит. Ну, да, реакция, конечно, другая, без очков, и в очках. Наш эфир подошел к концу, и в завершении все гости программы «Море откровений» делятся с телезрителями какой-нибудь историей из прошлого или событием из ближайшего будущего, о котором они еще никому и никогда не рассказывали. Из прошлого? Да не знаю, из прошлого, в принципе, уже все, все, все уже было, наверное, рассказано, написано, снято, переснято, что-то из будущего, которое никто не знает. Ну, что я могу сказать насчет будущего, что будут новые песни, будут новые какие-то ролики, клипы, и у меня даже есть мысля и желание вообще в кино себя попробовать. Есть такое, есть мысли постараться попробовать если на, ну, найти на это время и желание и вообще знание пойти вообще радиоведущим, каким-то телеведущим. То есть планы очень большие, грандиозные. Вот такое, такое будущее я хотел бы, наверное, помимо концертов, помимо всего, хочется все-таки уже сделать какой-то такой большой сольный концерт уже по-живому, по-взрослому с большими экранами сзади, с бэк-вокалистками. Спасибо тебе большое за интервью. Да, не за что. Вы смотрели программу «Море откровений». До встречи. Морской вокзал Сочи центр культурных событий и мировых тенденций галерея красоты и моды в бутиках Гуччи «Этро Макс Мара». Элитный мужской мир «Верменеджильда Зенья». Парфюмерия и косметика в артикле. Ценителям традиций часы в сублим. Семейные завтраки, деловые обеды и званные ужины в ресторанах «Кофемания» и «Ласточки». Морвокзал Сочи «Войково-1». История морского города в деталях и вкусах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова «Этро Макс Мара». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова